Итак, уважаемые болельщики, у нас с вами мужчины будут выяснять, кому достанутся награды в категории 66 килограммов. Португалец Крисостома и белорус Менков. Одно поражение белорус имеет от своего 26-летнего визави. Белорус на два года моложе. Дмитрий Менков на турнирах мирового тура. На больших шлемах одно серебро, две бронзы. На гран-при одна победа у него. Чемпионом Европы 2017 года Менков является среди юниоров. Ну а вот показывают нам белоруса, Жао Крисостома. В мировом туре пока у него побед нету, хотя боролся человек. Да, но, к сожалению, вы знаете, голодный до наград парень. Вот я смотрю его статистику с 2014 года на Европейском Кубке Мира в Лондоне в 2015 году бронзовая награда. И все. Мотивация у Жао Крисостома должна быть большая, чтобы на континентальном турнире выиграть награду. Ну и белорус тоже, несмотря на то, что он у нас был чемпионом Европы среди юниоров дважды в 2016-2017 годах. Вот на взрослом турнире медаль нужна. Что касается мирового рейтинга, 66 килограммов, то спортсмены достаточно далеко находятся. 39-й Минков и 63-й Жао Крисостома. Ну а возглавляет рейтинг-лист фаворит Олимпийских игр 2016 года. Чемпион мира 2015 года Анбаул. Важен Маргвел Ишвили из Грузии. Второй в рейтинг-листе. И, кстати говоря, он здесь посеян под первым номером был. Вышел в финал. Поборется с тем, кто дышит ему в табеле о рангах в спину. С итальянцем Ломбардо. Чемпионом мира среди юниоров. Очень яркий спортсмен молодой. Что хочется отметить. Здесь два представителя отечественного дзюдо с утра боролись на татами. Рам Григорян, который очень неплохо показал себя в начале этого сезона. Но в эти первые месяцы на турнирах мировой серии. Целый каскад атак. Он и в Дохе на мастерстве был. Григорян третьим. И в Ташкенте. К сожалению, здесь Арам проиграл во втором круге сербу. Он тоже был среди сеяных спортсменов Григорян. Третий сеяный. Ну и выступал один из сильнейших наших дзюдоистов в категории 66 килограммов. Михаил Пуляев. Трехкратный призер чемпионатов мира. Вы знаете, смотрел я эту схватку сегодня в интернете. Утром очень меньше неплохо работал. Мне понравилось. Так вот, в хорошей форме был. Но, знаете, все-таки бывает такой момент невезения. Очень неплохо через спину бросил, повел. Потом пропустил, честно говоря, зашагивание от бельгийца. Ну и в самом конце такой попался, знаете, на детский прием детский мат. Я бы назвал. Вот в шахматах есть этот, кто знает, играет в шахматы детский мат. Банальная ситуация. Соперник. Он соперника обнимал за спину, как бы очень глубоко. Внимание. А у Михаила есть такая техника. Он заходит за спину соперника, берет поезд. Поезд и как бы садится резко и прокидывает его назад. Ну, многие уже знают эту коварную домашнюю заготовку Пыляева. Так вот, он слишком глубоко обнял соперника. А тот своей рукой прижал его руку и крутнулся в сторону захваченной руки. Понимаете? И уронил Михаила. Тот ничего не смог сделать, не смог защититься. Причем это было, по-моему, то ли в конце встречи, то ли в добавленное время. По-моему, в конце встречи. Регулярно Крисостома атакует вариантом мельницы. Это «Бычок». Минков контролирует ситуацию. Все видит. Уже видите, как... Уже видно по лицу напряжение. Уже видно, что работа серьезная проделана. Таким образом, вот, к сожалению, наши ребята выбыли на ранних стадиях, увы. А так и жеребьевка неплохая. Крисостома явно работает на наказание соперника. Очень грамотно ведет себя. Очень грамотно. Беларусь застаивается. Опаздывает Минков. Видите, как переживает секундарь белорусской сборной. А Крисостома почувствовал, что он быстрее. И сейчас будет вот это свое преимущество реализовывать и увеличивать. Лесенка, так называемая... Нет, обоюдное наказание. Равные шансы. Но судьи, видимо, посовещавшись, решили быстро завершить этот поединок. Поэтому в голденскор они уходят с двумя шидо. Это означает, что больше наказываться никому нельзя. А Дмитрий по-прежнему медленнее действует, чем португалец. Белорусская команда тоже в современную эпоху развития их дзюдо. Есть победитель олимпийских игр. Игорь Макаров Выиграл до 100 килограммов. Очень видно было, что долго собирается. Пытался тоже захватом головы бросок через бедро сделать плотненький. Проиграет Минков, если будет опаздывать. проиграет вот даже слышно вы должны тоже слышать не стоять кто-то кричит в трибуны женским голосом товарищи по сборной беларуси видят что опаздывает минков опаздывает он наступает скорости на 5 на 5 не его эпизод опять беларусь ну и все нет еще дадут побороться с одной рукой опаздывает сейчас есть шанс и кому кому дает вообще показывает что беларусь взял атаку но португалец считает что он перехватил инициативу и победа сам взмывает свои руки под купол арены а повтор был бы любопытен атака минкова ногой такой отхват был ну чтож все в руках судьи эти парни уже все что можно было сделали неужели дадут им еще побороться мне сейчас принимается решение сколько надежд опа это же мы дают интересный момент очень жаль что он не попадет обычно вот так устроена схема телевизионного повтора что нам дают лишь победное действие разыгрыша в конце а вот это очень интересная обоюдная атака конечно посмотреть повторы стоило бы чтобы разобраться самому а было что-то или нет потому что конечно же мнение болельщиков очень часто отличается от линия арбитров и мы на это имеем право как ловко поймал и как хорошо корпусом отбросил ноги назад минков встретил грудью атаку крисостома оба вкладываются и 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 похоже что все Все-таки спортсмены арбитрам дадут право решать судьбу победителя. Да, интереснее, конечно, сейчас работает на суде именно Крис Астома. Дергая, дергая спортсмена, как ногами высекает. И очередная атака. Добьется он Хасо Камаке в адрес белоруса. Ну, а отмечу, что португалец уступил в полуфинале ломбарда, сеянному под вторым номером итальянцев. Субтитры создавал DimaTorzok Да, добивается, добивается все-таки. Слава богу, что не арбитры, а броском все-таки сделал свой бычок. Сколько он над ним работал? 8,5 минут. 8,5 минут атак. К сожалению, наш Арам Григорян проиграл сербу Абунчичу Тришидо Хасоку Маке. Почему об этом говорю? Потому что сейчас будет бороться как раз этот серб. Быстрая регистрация.